Приветствуем вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. Сегодня возвращаемся к чудесной книге Абрама Конникова «Колбасы и мясокопчёности» издания 1938 года. Потрясающий альбом с рецептурами и ГОСТами того времени рекомендован для Народного комиссариата пищевой промышленности. Книга именно у меня издания 1938 года. Кто хочет, в описании видео найдете ссылочку на скачивание данной книги. Мы переготавливали уже большее количество колбас и мясокопчёностей по этим рецептурам. И действительно результат получается фантастический. Таких колбас, я сравниваю даже с ГОСТами более поздними, 80-х, 90-х годов. Небо и земля. Очень строгие требования к сырью, к ингредиентам, к приготовлению. Ну, в общем, скачивайте книгу, смотрите и смотрите на нашем канале. Практически все рецепты из этой книги реализованы уже в виде готовых колбасных изделий. А сегодня мы готовим куриную варёно-копчёную высшего сорта по ГОСТу 1938 года. Давайте я расскажу о ингредиентах. Не просто куриная колбаса, но, в принципе, давно просили куриную колбасу. Кто-то мясо не ест, кто-то свинину не ест. В общем, куриная колбаса состоит на самом деле не только из курицы. Курицы здесь 55%. То есть, грубо говоря, на килограмм сырья 550 грамм. Мы взяли куриные бёдрышки. Можно готовить, ну, вот просто сделать обвалку целой курицы и готовить из целой курицы. Воздержитесь от приготовления только из грудинки куриной. Тогда колбаса будет реально очень сухая. Мы пробовали, не рекомендую так делать. Вот идеальная, самая сочная колбаска всё-таки получается без грудинки, из куриных бёдрышек. Ну и, собственно говоря, куриные бёдрышки дешевле даже, чем целую курицу покупать. Поэтому, в общем, у нас тут больше сырья, но я буду рассказывать из расчёта на килограмм. Значит, из расчёта на килограмм сырья 550 грамм курицы. Далее гусиное мясо. 200 грамм должно быть гусиного мяса. Гусиного мяса у нас нету, да и как-то гуся мне хавать, если честно, жалко. Вот я тоже там к колбасе из конины отношусь, с каким-то таким предвзятое у меня отношение. Ну и к гусиному, да и взять его негде. Поэтому мы взяли мясо индейки. Купили гуляш вот такой вот индюшачий. Я думаю, сойдёт за гусиное мясо. И также на килограмм сырья 250 грамм свиного шпика. Для приготовления мы будем использовать коллагеновую оболочку диаметром 45 миллиметров от интернет-магазина «Аромат дерева». Также специи и посолочная смесь от интернет-магазина «Аромат дерева». Ссылку на интернет-магазин на все ингредиенты, а также промо-код на скидку «5%» найдёте в описании видео. Из специй нам понадобится душистый перец молотый и белый перец молотый. Также посолочная смесь, состоящая из 50% нитритной соли с содержанием нитрита натрия 0,6% и 50% обычной поваренной соли. Всего посолочной смеси 18 грамм. Также для посолочной смеси будем использовать сахар. Для засола, то есть в принципе можно солить и в шроте. Главное учесть, что мясо нам потом придётся отдельно обрабатывать. Поэтому если будете солить в шроте, то как бы две отдельные ёмкости. Распределите посолочную смесь. Мы будем солить в кусках, для того, чтобы мясо потом разделить. Вот эти вот бёдрышки куриные будем так прям целыми кусками засаливать. А индейку я льелко порежу. Ну, потому что нам перед приготовлением фарша надо будет разделить. Отдельно измельчать далее индейку, ну или гуся, если вы захотите из гуся готовить. И отдельно курицу. Добавляем в посолочную смесь сахар и хорошенько перемешиваем. Друзья, и смотрите, если вы будете готовить из домашней курицы, особенно собственного забоя, обратите внимание, что куриное мясо, так же как и свиное, должно созреть. Время созревания куриного мяса 2-3 суток, достаточно короткое. Температура 2-4 градуса. Ну, чем ниже, тем лучше, то есть 2 градуса вообще идеальное. Просаливаем все мясо таким образом, чтобы каждому кусочку сырья досталась часть посолочной смеси. Непросол может нам вылезти потом боком, как говорится. Хорошенько все это перемешиваем, чтобы распределить посолочную смесь по всему объему птицы мяса. Как-то у меня курицу мясом назвать язык не поднимается. Как шутили наши отцы, курица не птица, Болгария не заграница. Ну, это старая шутка времен СССР, когда максимум, куда можно было попасть обычному советскому человеку за границу, это Болгария была. Тщательно утрамбовываем мясо для того, чтобы исключить попадание воздуха вовнутрь, чтобы не происходили процессы окисления. И отправляем его на засолку. Да, и мы не только засолка в холодильнике при температуре 4 градуса 24 часа, не только хотел сказать, что отступили по гусю от оригинального рецепта Абрама Конникова, еще отступили по посолочной смеси. В 30-е годы 20 века для посолочной смеси, как консервант, как стабилизатор цвета, использовали селитру. Ну, практически то же самое, что нитритная соль, только более длительный процесс созревания, потому что из селитры должен был как-то выделиться этот нитрит натрия и потом вступить в реакцию с мясом. Поэтому очень многие рецепты засола в книге 1938 года указаны дольше по времени. Так как мы используем готовую нитритную соль, но предупреждаю, не чистый нитрит, а именно нитритную соль с содержанием нитрита натрия 0,6%. То время засола мы сокращаем до суток в данном случае. Друзья, до завтра. Завтра продолжим работать с колбасой. На следующий день, друзья, приступим к активной фазе процесса. Шпик мы подморозили для того, чтобы было удобнее нарезать. Нарезали кубиками вот такими вот где-то размером 5 мм. Чем мельче нарежете, тем лучше. Теперь шпик надо оплавить, чтобы он хорошо вмешался в фарш. Для этого сооружаем вот такую вот конструкцию и заливаем его кипятком. Надо добиться такого результата, чтобы каждый кусочек шпика реально ошпарился и отделился от общей массы, чтобы он получился весь раздельный. После этого, ну вот таким вот образом, после этого обдаем его ледяной водой и отправляем в морозильник для того, чтобы он опять подморозился. Приступим к обработке мяса. Курицу, куриные бедрышки. Ну вообще, предварительно мы все мясо подморозили. То есть, за час поставили в морозилку. Для того, чтобы... нам нельзя допустить, чтобы в процессе обработки фарша он нагрелся выше 8-10 градусов по Цельсию. Потому что у нас будет большой риск получения отеков при приготовлении. Поэтому мясо предварительно подмораживаем. Если в процессе измельчения, вот чем меньше решетка на мясорубке, тем сильнее нагревается мясо. Если в процессе измельчения и вымешивания фарш у вас нагреется и будет подходить температура уже к 8 градусам, следует сделать промежуточную такую подморозку. Куриные бедрышки измельчаем на мясорубке с самым маленьким диаметром отверстия, которое у вас есть. Вообще, в принципе, по оригинальному рецепту нужно кутировать. Ну мы взяли решетку с отверстием 3 мм и вот так вот его меленько измельчаем. Практически... ну это, конечно, не эмульдированный фарш, но такой близкий. Близкий, так как это курица, она мягкая. Можно на мелкой мясорубке. Если нету на чем кутировать и нету такого мясорубки с таким маленьким диаметром отверстия, решетки, тогда просто пропустите через мясорубку 2 раза. Готовый куриный фарш мы отправили также подморозиться в морозилку. Теперь, друзья, приступим к обработке индейки. Можно ее порезать мелкими кубиками размером где-то 5-6 мм. Можно измельчить на решетке, вот у меня решетка с диаметром отверстия 20 мм. Также можно измельчить на обычной бытовой мясорубке. Есть решетка с овальными прорезями, так называемая подрезная. Можно измельчить и на подрезной решетке. Далее весь фарш надо хорошенько вымесить. Причем я, ну как сказать, делаю на этом акцент. Не пренебрегайте этой процедурой вымешивания, она очень важна. Для того, чтобы колбаса получилась однородная, качественная, без пустот, фарш именно надо вымешать. Я буду делать это на планетарном миксере. Если нет планетарного миксера, то можно использовать обычный ручной миксер в мыске. Я в каком-то видео показывал, то есть нормально совершенно получается в мыске обычным ручным миксером, насадками для теста, фарш вымешивается. Внимание, в процессе вымешивания, опять же таки, температура фарша не должна у нас повыситься больше, чем 8-10 градусов. Перед вымешиванием добавляем фарш, приготовленные специи. Если вы хотите застраховаться от отека и использовать фосфат, добавить фосфат можно как раз на этом этапе перед вымешиванием. Вымешиваем где-то минуты 3-4. Минуты 3 будет достаточно, так как фарш достаточно мягкий. В результате вымешивания у нас должен получиться вот такой совершенно однородный фарш. Шпик должен полностью вмешаться и должны появиться белые волокна, такая характерная белесость фарша. Значит, вымешивание прошло успешно. Перемещаем колбасную массу шприц и будем набивать колбасу. Приступим к набивке. Коллагеновую оболочку нарезали отрезками по 40 см. Мы всегда так нарезаем, плюс-минус по 40 см. Получаются 30 см батончики. Покупая коллагеновые оболочки, обращайте внимание, есть оболочки для сыровяло. Для приготовления варенокопченых колбас они не подходят, потому что не выдерживают термообработки и лопаются просто при варке. Если вы набиваете один, то оболочку лучше завязать с одной стороны. Если есть помощник, а у меня помощник самый лучший в мире, то, конечно, вот так вот значительно проще это делать вдвоем. Набиваем колбаску достаточно плотно. Точно так же набьем оставшиеся батончики. Далее приступим к вязке батоном. Вот таким вот образом в разные стороны подкручиваем батон для того, чтобы его уплотнить. Ну, опять же таки, если у вас есть помощник, завязываем с двух сторон. Если вы уже завязали с одной стороны, то с другой стороны подкручиваете. Еще я не сказал по поводу оболочки. Тоже обращайте внимание, сейчас уже есть оболочки, которые не требуют замачивания. То есть обращайте внимание, что пишет производитель или продавец на упаковке или на распасовке или на сайте. Потому что очень часто говорят, вот я купил оболочку, она лопнула при теплообработке. Ну, таким вот образом вяжем батончики. Сейчас перевяжем оставшиеся. Далее, друзья, проводим ревизию колбасы на наличие пузырьков воздуха. Если такие имеются в колбасе, то прокалываем их. Колбасный фарш заполняет пустоты и колбаса у нас получится косметически красивая, без дефектов. Смотрите, следующая процедура, которую мы должны провести, это отепление и осадка батонов. Есть два варианта. Первый вариант, который более правильный, более лучше, это подвешиваем батоны на 3-4 часа при комнатной температуре. Вот так вот подвешиваем. Во-первых, они сама прессуются, во-вторых, отепляются и в-третьих, происходит ферментация фарша. Есть второй вариант. Отепление поускоренной в духовке, которое мы сейчас и будем делать. То есть, если у вас есть такая возможность, то проводите осадку все-таки при комнатной температуре, длительную в течение 3-х часов. Если там уже вечер, поджимает время или завтра надо колбасу подавать к столу, тогда можете действовать так, как мы. Помещаем колбасу в духовой шкаф. Температура 50 градусов, включена конвекция. Время отепления вот такого поускоренной полчаса 30 минут. Далее переходим ко второму этапу тепловой обработки, обжарка. Повышаем температуру до 90 градусов, конвекцию оставляем включенным. Время обжарки, ну это для 4-х батонов. Если батонов чуть больше, то время надо тоже увеличивать. Для 4-х батонов колбасы, вот когда у вас 4-5, то время обжарки 30 минут. К концу обжарки надо приготовить для следующего этапа, который будет называться паровая варка. Противень или сковородку без ручки и с кипятком, которую мы будем ставить на дно духовки. Проходим к третьему этапу тепловой обработки, паровой варки. На дно духовки ставим емкость с кипятком. Вот можно противень ставить, можно сковороду без ручки. В один из батонов колбасы помещаем кулинарный щуп. Выключаем конвекцию, понижаем температуру до 80 градусов. И готовим колбасу до достижения внутри батона температуры 68 градусов. Я засеку время и в конце паровой варки скажу, сколько у нас заняло время приготовления. Но лучше всего использовать щуп, потому что в зависимости от духовки и от количества батонов, это время будет очень разное. Поэтому если там приготовить на пробу несколько колбасок, то можно по времени, конечно. А вообще лучше приобрести в хозяйстве кулинарный термометр и мерить именно температуру внутри батона. Нужная температура внутри батона колбасы была достигнута за 55 минут. Перемещаем колбасу для быстрого охлаждения, которое необходимо для того, чтобы избежать дальнейшего подъема температуры в ванну с ледяной водой. После охлаждения колбаску высушиваем, подвешиваем и высушиваем до полного высыхания. После этого можно приступить к копчению. После того, как колбаска полностью просушена, коптим ее теплым копчением. Температура 30-35 градусов, время копчения 3-4 часа. Важно, чтобы колбаса была полностью сухая. У нас сейчас на улице дождь, достаточно прохладно, поэтому стекло коптим не запотело. После того, как колбаса закоптится, вывешиваем ее в каком-то прохладном месте, в комнате. Мы будем вывешивать на веранде, для того, чтобы она ночь отдохнула. А завтра будем дегустировать. На следующий день колбаску можно пробовать. И смотрите, получается мы ее вчера закоптили, она ночь провисела при комнатной температуре, отвиселась. Теперь она будет... То есть колбаса полностью готова, но она будет плохо чиститься. Для того, чтобы шкурка хорошо чистилась, она должна еще ночь пролежать в холодильнике. То есть вот сейчас колбаса реально будет плохо чиститься. Не обращайте на это внимания, как ее под углом резать. Вот так вот. Ну и вот, что мы получили. Несколько пустоток есть. Ну, ничего страшного, пустотки это не брак. Давайте тоненькую нарезочку. Крупный план. Красота какая! Куриная колбаска. Вот такой у нас срез куриной колбаски. Выглядит очень красиво. Мы пробовали делать из грудинки. Из грудинки, конечно, совершенно не то. Это просто изумительное по виду. Ну что, друзья. Куриная высшего сорта по ГОСТу 1938 года. Вот вопрос со шкуркой, как я уже сказал. На завтра она будет чиститься совершенно идеально. Сейчас пока шкурка снимается с тонким слоем. То есть она еще не отлипла. Очень нежный аромат. Вообще, он настолько нежный. Супер! Я вообще куриные колбасы не очень люблю, если честно. Но тут вот даже, если бы там с закрытыми глазами мне дали эту колбасу попробовать, я бы не сказал бы, что она куриная. Ну, нежнейшая колбаса с хорошим мясным вкусом. Просто очень-очень нежная. Супер! С очень тонким ароматом. Вот у свиных колбас как-то такой, ну, более насыщенный запах. Это вообще, ну, просто... Друзья, надо попробовать. Попробуйте приготовить куриную колбасу по ГОСТу 1938 года. Вам реально понравится. Особенно это полезно. А какой аромат копчения. Особенно это полезно для... Видео будет полезно для тех, кто не ест свинину. Вот мне часто задают вопрос в комментариях, а можно свинину чем-то заменить? Вот, пожалуйста, можно заменить. Вообще, колбасы можно делать абсолютно из чего угодно. Из говядины, из баранины, из лосины. Ну, тут как бы из камины же, вы знаете, делают колбасы. Но вот такая вот куриная колбаса. Гусей рекомендую не использовать. Заменяйте индюшкой. Ну, мне как-то жалко гусей, если честно. Я не представляю себе. Так же, как и с конской колбасой. Для меня всегда это было какое-то... Ну, у каждого свои заморочки. Друзья, попробуйте приготовить. Если какие-то вопросы после видео останутся, пожалуйста, приглашаю вас в комменты. Делитесь своими вопросами. Мы на все вопросы с Ларисой обязательно ответим. Ну и, конечно же, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. А мы для вас снимаем новые видео, новые колбасы, сырочки, алкоголя немножко. Ну, в общем, оставайтесь с нами. Будет интересно. Пока.